МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи в студии Мария Руда. Сегодня у нас в гостях Екатерина Борисовна Мухина, уполномоченная по правам ребенка в Рязанской области. Екатерина Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас, наверное, самое время подводить итоги. 2018 год. Чем запомнился? Кто чаще всего к вам обращался? Если говорить о цифрах, то в этом году немножко возросло обращение. Вернее, в 2018 году. Если было 1830 обращений, то в 2018 году было 1852 обращения. Увеличилось число обращений незначительно, но все-таки увеличилось. когда дети обращаются, ведь к уполномоченным правам ребенка не только взрослые могут обратиться и обращаются, но и дети. Если в 2018 году было 109 обращений, то в этом году 118. Немножко побольше. С чем же обращались люди? Это, как и всегда, это проблемы жилищные, это проблемы устройства в детские дошкольные учреждения детей ясельного возраста, потому что мы знаем, что мы давно уже в регионе выполнили такую задачу, чтобы все дети трехлетнего возраста у нас обеспечены местами в детских дошкольных учреждениях. А вот с ясельного возраста детками пока еще остается проблема. Вот с этими вопросами. Далее. Порядок общения с ребенком. Определение места жительства ребенка в случае развода родителей, что часто бывает. Невыплата алиментов родителями, в том числе и мамами. Конфликты в школах. Самые разные вопросы. Нет такой сферы, которая бы не касалась детей. Это и спорт, это и дополнительное образование. Вопросы самые разные. Здравоохранение, понятно, и путевки в лагеря отдыха и так далее. Скажите, пожалуйста, вот очень интересный вопрос о том, как и кто должен себя вести в семье. Вот здесь на что может претендовать ребенок, что наоборот ни в коем случае нельзя делать, и что будет противоречить его правам? Ну, во-первых, каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Это самое главное право. С любящими родителями. В семье должна быть благоприятная атмосфера. Испокон веков у нас свои традиции, свои устои в семьях. Семья состоит из мамы и папы, детей, бабушек и дедушек. И нам навязывают сейчас извне семьи создавать из мамы и мамы, из папы, из папы, из мамы и собачки. Это совершенно не укладывается никак в наше понимание. И поэтому я полагаю, что так было, так есть и так должно быть. Ребенок должен быть любим в семье и прежде всего своими родителями. Екатерина Борисовна, ну вот это действительно так. Это такие общепринятые нормы, да, традиционные для нашей страны. Но всё-таки статистика, она очень вещь упрямая и показывает, что всё больше разводов с каждым годом. Ну, к сожалению, да. И вот совсем недавний случай стал подтверждением вот этой вот трагедии на примере двух семей, когда бабушки украли детей, когда родители не могут поделить своих детей. Что делать? Как-то вы здесь помогаете? Вы знаете, к сожалению, это очень распространено. Это как-то вот уже нашумевшие такие истории вот совсем недавно, да. А практически каждую неделю мне приходится заниматься, ну, по крайней мере, одним-двумя историями такими обязательно. Я всегда говорю, что когда родители разводятся и потом начинают делить ребёнка, надо помнить, что ребёнок – это не комод и шкаф, и не ложки-вилки, которые можно определить материальные ценности и поделить их. Это личность, это человек, которым жить всю жизнь. И вот когда он маленький ещё, родителям не надо ломать ему психику. Над родителям вот надо быть настолько осознанно, действия их должны быть, потому что ничего нет дороже здоровья ребёнка своего. Тут как не только физическое, но и психическое здоровье может быть надломлено. И оно, конечно, прежде всего дети при разводе страдают дети. Поэтому прежде чем решиться на развод, надо сто раз подумать, а как будет моему ребёнку. Ведь мало кто потом не мстит другой стороне. А мстят как? Даже решение суда есть. А я вот не дам ребёнка, даже решение суда есть. Находят уловки всевозможные. Ну, а в итоге-то ребёнок – разменная монета. Поэтому это боль. Я всегда стараюсь поговорить и с одной, и с другой стороны. Но сделайте так по-человечески, чтобы ребёнок не страдал настолько, насколько вы его обрекаете. Но если уж не получается ничего, то, конечно, точку в этом вопросе, порядок общения с ребёнком, определение места жительства ребёнка ставит суд. Вы сказали, что к вам и дети стали обращаться чаще. Вот какой возраст? Какими вопросами? Значит, возраст. Самая маленькая ко мне обратилась – 6 лет. Как же она узнала? Родители привели в школе? Значит, в каждой школе висит стенд. На стенде моя фамилия, телефоны. Потом, сейчас все детки ориентируются в интернете. А с каким вопросом она обратилась? Можно сказать? Девочка, вы не поверите, эта девочка обратилась – вылечите мою маму от пьянства. Вот это вот трагедия семейная. Да, это трагедия. И она такая кроха, она уже понимает, что никакого хорошего ничего не будет, когда мама пьёт. Вот так. Как-то помогли ей? Ну, конечно, конечно. Дети, значит, обращаются с какими вопросами? Конфликты в школе. Между учителем и учеником, между родителем и учителем. Тоже дети всё это видят и страдают. Дети жалуются на то, что их заставляют дома что-либо делать по хозяйству, по дому. Приходится в таком случае с детьми много разговаривать и говорить им о том, что так должно и быть. Сегодня надо детей готовить к жизни и приучать ко всему. Так должно и быть. Потом, знаете, как у меня был случай, когда с подоконника учитель попросила горшки с цветами перенести на другой подоконник. Мама возмутилась вместе с мальчиком. Пришла. Вот нарушены права. Тоже с мамой пришлось поговорить, что слава богу, что учителя приучают к хорошим поступкам и к хорошим делам детей. Ну, то есть это не противоречит законодательству. Конечно, конечно. У нас в законе об образовании определено, что только с согласием родителей дети могут привлекаться к труду. Конечно, в некоторых, особенно в сельских школах, вопрос этот даже не встаёт. Это само собой разумеется. Так всегда было испокон веков. Но вот сейчас некоторые родители очень возмущаются тем, что и не всегда дают согласие на привлечение своих детей к труду. Я считаю, что это ошибочное совершенно представление, потому что рано или поздно, так сказать, это аукнется. Совсем недавно мы встречались с Ольгой Васильевой, министром просвещения Российской Федерации. И она нам, уполномоченным по праву ребенка, пообещала, что эту норму закона всё-таки она постарается как-то убедить законодателей наших и убрать её, потому что она не наносит, не несёт какой пользы. Скажите, а вот бывали ли случаи, когда дети обращались, может быть, несознательно или сознательно, жалуясь на родителей, вот не купили то, что я хотела, какую-то дорогую игрушку, гаджет? Вы знаете, жаловались. Но это всё дела такие эмоциональные. И стоит только с ребятами поговорить, что не всё сразу покупается. Потом, почему ты считаешь, что у тебя должно быть это? Ну, наверное, мама лучше знает или папа, что должно быть. А вот страшнее, когда ребёнок приходит и показывает синяки на теле. Жестокое обращение с детьми. То есть это со стороны родителей? Со стороны родителей. Такое тоже бывает? Конечно, конечно. Вот тут я уже, конечно, включаюсь и всячески выходим на родителей. И любой ценой пытаемся достучаться, чтобы таких вещей не было, потому что это не шуточное дело. Вот это серьёзно. Были случаи изъятия с таких семей и детей? Вы знаете, про изъятия. Значит, у нас в этом году ни одного изъятия не было в 2018. Но это большая заслуга. Конечно. В 2017 у нас было 36 изъятий. Но изъятия у нас в области только тогда, когда это грозит, нахождение ребёнка в этой семье грозит угрозе жизни и здоровью. Всё остальное случай надо просто с семьёй работать. Но у нас были случаи в 2017 году. Мы 36 детей отобрали из семей и совершенно законно, обоснованно всё правильно сделали. Ибо впоследствии решение суда было о лишении родительских прав таких родителей в семьях. А где сейчас эти детишки? У родственников других живут? Или в детских домах? Нет. Эти родители лишены родительских прав. Часть из них уже под опекой в других семьях. Часть у родственников. Ну, как-то вот так. То есть у детей в итоге благополучно всё? Дети в небезопасных условиях совершенно воспитываются, растут и всё хорошо. А вот здесь, наверное, вот этот вопрос очень тяжёлый, наверное, и он и для вас тяжёлый, и, в принципе, вообще для всего общества. Вот изъятие всё-таки, наверное, для ребёнка, какая бы мама ни была, да, наверное, всё равно с родной лучше. Но, естественно, не тогда, когда это вот грозит жизни. Безусловно, безусловно. Поэтому у нас в регионе всё делается для того, чтобы максимально сохранить биологическую семью. Все службы направлены вот на работу с семьёй. И психологическая помощь, и юридическая, и совершенно вот бытовая помощь тоже оказывается. Но бывает так, что вот просто не достучаться. Но всё равно я прихожу к выводу, что у нас стало больше матерей родительских, лишённых родительских прав в своё время. Они восстановились в правах, и это радует. То есть исправились? Да, да. И забрали своих детей обратно. Да, они понимали, чего они лишились. Весь смысл жизни. Ну вот это радует. Екатерина Борисовна, вот скажите, пожалуйста, какие-то ещё преступления, вот откровенные преступления в отношении детей встречались? Да, конечно. Вот, к сожалению большому, преступления против детей совершаются. И, к сожалению, в 2018 году количество их возросло. А что это за преступления, можно сказать? Это против половой неприкосновенности, сексуального характера. Даже со стороны родителей, отцов. То есть это у нас, в Рязанской области? Ну это не только в Рязанской области, это повсеместно. Потому что мои коллеги во всех регионах, то же самое мы обмениваемся информацией. Да, это ужасно. Я думаю, что это сказывается всё-таки прошедшие 90-е годы. Ну, Следственный комитет каждую историю, каждое преступление разбирает. И вот по данным прокуратуры области, в 2018 году было 80 преступлений против детей. Количество их ещё, как я уже раз повторяюсь, выросло. У нас стало меньше преступлений, совершённых детьми. У нас и эта категория преступлений есть. Но вот, к счастью, стало меньше. Да я в СИЗО бываю практически каждый месяц. И у нас там 4 подростка больше не бывает. Они так одни уходят, другие приходят, к сожалению. И тоже ребята все очень со сложной судьбой, со сломанной судьбой. Конечно, сейчас у нас там и образование дают этим мальчикам в СИЗО. Отлажен этот вопрос. И психологи работают. Но попали они в очень нехорошую жизненную историю, и которая длится будет не один год. И, кстати, для того, чтобы нам на такой вот негативной, тяжёлой ноте не заканчивать программу, давайте всё-таки вспомним какие-то, может быть, самые яркие, приятные, может быть, события 2018 года и планы на этот год. 2018. Ну, мы, если глобально, то выбор президента, конечно же. Далее. Указ президента о десятилетии детства. У нас была национальная стратегия в интересах детей, и она плавно перешла в десятилетие детства. Так 2018 год был первым годом десятилетия детства. Далее. Принят закон в 2018 году об уполномоченном, федеральный закон об уполномоченном по правам ребёнка. Теперь у нас расширены полномочия. Мы теперь можем обращаться в суд. Мы можем обращаться с инициативой в законодательный орган, то есть в Рязанскую областную думу. Мы можем оспаривать действия или бездействия исполнительных органов власти, чего не было раньше. Ну, а если вот непосредственно по моей работе, то в 2018 был дан старт проектам Юнармия. Мы заключили соглашение с нашим руководителем Юнармии Сергеем Владимировичем Рудь. Так, наставничество, безопасное детство. Очень тесно дружим с молодёжкой ОНФ. Провели безопасное детство совершенно. Все осмотрели площадки, где детям может грозить опасность. Это недострои, это помещения, которые совершенно не используются. Это детские площадки, которые требуют ремонта. В общем, глобальная была работа проведена. Ну и вот, как я уже сказала, теперь у нас есть совет отцов. Я надеюсь, что это у нас будет очень большой силой в защите прав детей. Екатерина Борисовна, спасибо вам большое за то, что пришли и ответили на вопросы. До свидания. До свидания и вам спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова